Хотелось бы представить еще одного спикера, который к нам выходит на видеосвязь, на прямую связь. Мы продолжим обсуждать эту самую тему уже с точки зрения определенной аналитики. Я представляю вам Абен Улэ, руководитель отдела международной безопасности КИСИ при президенте Республики Казахстан. Абен, здравствуйте, добрый вечер, вы нас слышите. Даурен, да, вот вопрос, который хотелось бы вам задать, касается предстоящих переговоров, которые сегодня происходят. Насколько вообще эти переговоры, можно здесь провести некую параллель сравнения и сравнить их, допустим, с сирийскими переговорами? Добрый день, я надеюсь, меня слышно. Да, прекрасно слышно, даурен, спасибо, говорите, да. Да, конечно, параллель провести можно, поскольку, если говорить сугубо о дипломатическом формате, Казахстан выступает в роли стороны, которая предоставляет площадку, и в этом смысле переговоры по сирийской проблеме и вот азербайджанско-армянские переговоры, они в принципе схожи. Но, конечно, есть несколько моментов, которые отличают тот переговорный процесс и этот. В случае Сирии мы говорим о внутреннем конфликте между сирийским правительством и сирийской оппозицией. Здесь мы говорим о медгосударственном конфликте. В случае Астанинского процесса, если помните, были задействованы страны-гаранты. Россия, Турция, Иран, то есть стороны не напрямую между собой вели переговоры, а с вовлечением стран-гарантов. В этом случае, в случае азербайджан-армянских переговоров, мы говорим о прямых переговорах, непосредственных переговорах между сторонами. Ну и еще один аспект, который необходимо озвучить. Сирия все-таки это далеко от Казахстана, а в случае Азербайджана и Армении это все-таки не чужие нам страны. Что Азербайджан, что Армения, это бывшие советские республики, постсоветские страны. С Азербайджаном мы стратегические партнеры, входим в организацию тюркских государств. Это братская нам страна. Армения тоже наш союзник в военно-политическом плане через членство ВОДКБ. И в экономическом плане мы партнеры, участвуя в Европейском экономическом союзе. Насколько я понимаю, вот подобная ситуация, то что происходит, в очередной раз просто оно подтверждает и укрепляет имидж Казахстана как страны-миротворца. Насколько это важно с точки зрения нашего международного имиджа, а самое главное, вот с геополитической точки зрения, какие здесь дивиденды может получить от этого наша страна? Да, вы правы. Казахстан действительно, начиная с первых лет получения обретения независимости, активно выступает в плане миротворца, в плане посредника, медиатора. И мы не раз участвовали в разрешении сложных международных проблем. Здесь можно упомянуть и про ранние стадии Азербайджан-Армянского конфликта из-за Карабаха, и войну в Таджикистане, и иранскую ядерную программу. Для Казахстана это важно, поскольку одним из, скажем так, аспектов нашей внешней политики является укрепление международного имиджа Казахстана как страны, которая всегда выступает за верхненство международного права. И участвуя в таких форматах, предоставляя площадки, мы тем самым укрепляем свое международное положение, свой геополитический статус и свою субъектность как субъекта международного права. Это, в свою очередь, служит продвижению наших национальных интересов, служит укреплению нашей безопасности, служит нашей вовлеченностью в мировые дела. Дориан, а насколько при этом переговоре можно 100% с политической точки зрения констатировать некий нейтралитет Казахстана? Ведь мы, Армения, по-прежнему остаемся членами организации ОДКБ, одной такой организации силового блока. Вот как здесь к этому могут относиться, допустим, скептики? Ну, я бы сказал, что места скептицизма в этом плане нет, поскольку мы в этом плане равноудалены, поскольку сам формат предоставления площадки предполагает, что мы придерживаемся нейтральной позиции. То есть мы здесь не выступаем в качестве посредников, влияющих на содержание документов. Мы всего лишь обеспечиваем условия для переговоров. Поэтому здесь нет какой-то корыстной заинтересованности Казахстана. Мы предоставляем равные условия как для Азербайджана, так и для Армении. И мы способствуем тому, чтобы стороны могли в комфортных для себя условиях проводить переговоры, договариваться напрямую между собой. И, ну, я думаю, как я уже отметил, у нас связывают тесные отношения как с Азербайджаном, так и с Армении. Поэтому говорить о том, что Казахстану вот эта близость будет мешать, я думаю, неуместно, поскольку в наших же интересах, чтобы стороны поскорее достигли мирного урегулирования. И это будет служить национальным интересам не только Казахстана, но и других центрально-азиатских государств, государств Южного Кавказа, да и всего постсоветского пространства. Дарьян, спасибо большое. Спасибо за вашу экспертную оценку, за эту очень такую информативную беседу. Да, многие моменты стали яснее. Напомню, это был Даурен Абен, руководитель отдела международной безопасности КИСИ при президенте Республики Казахстан. Ну, а мы продолжаем и движемся дальше в блоке новостей. Продолжение следует...